доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 18 сентября и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар ну а перед началом я напоминаю что если вам нравится это видео то не забудьте поставить лайк и дальше уже на продолжайте ваш просмотр и так евро доллар обновляет локальный максимум сегодня мы уже торгуемся выше максимум который был зафиксирован вчера в понедельник уход выше максимума пятницы подтвердит настрой сохранение восходящего движения с целями роста до 1 18 48 ну и также напомню что мы торгуемся у среднесрочного уровня который находится в области 1 17 30 1 17 50 преодоление которого также подтвердит продолжение роста и в среднесрочной перспективе точно так же по паре британский фунт американский доллар сохраняется тенденция восходящая цели роста за движение в области на 32 47 ближайший разворот на уровне отмечаем на минимальные значениях пятницы который был зафиксирован по цене 1 30 54 а по паре американский доллар канадский доллар вчера мы видели закрепление выше максимальные значения которые были зафиксированы 13 сентября что в рамках часового таймфрейма нас а переводила фазу восходящего движения ну и фактически данный импульс сохраняется до тех пор пока мы торгуемся выше минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1 30 ровно уход ниже данного уровня завершит коррекционное восходящее движение и вернет на основе продажам по данному активу с целями снижения до 1 28 78 а в свою очередь если пара американский доллар канадский доллар сможет удержаться выше отметки 1 30 то в этом случае ожидаем возобновления роста с целью до 1 32 90 по паре американский доллар японская иена а сегодня с утра была торговля ниже минимальные значения которые были зафиксированы четверг и пятницу что в рамках часового таймфрейма нас а переводила фазу нисходящего движения но сейчас мы видим что уже тенденция возвращается вновь к росту обновляем локальный максимум поэтому здесь покупки возвращаются не успев начаться фактически за несколько часов торговли сегодня во вторник цели роста это движение в область 112 56 ну и далее уже по направлению на 113 и 114 а после обновления локальных максимум на текущий момент разворотного уровня отмечаем на минимальной значениях сегодняшнего дня который формируется по цене 1167 но более точно уже можно будет сказать по закрытию торговой сессии по паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент тенденция сохранится нисходящая по крайней мере до тех пор пока мы торгуемся ниже уровня 72 16 и максимума который был зафиксирован 13 сентября по цене 72 29 цели по снижению это движение в область 70 69 уход выше данных максимальных значений вновь вернется к покупкам по данному активу с целями роста до уровня 73 79 а по паре еврофунт сохраняется тенденция нисходящая вчера концу торговой сессии обновили локальный минимум ну и сегодня немного его переписали что подтверждает сохранение нисходящей тенденции цели снижения 88 21 ближайший разорад на уровне отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы 14 сентября а в области 89 33 а по золоту на текущем тенденции нисходящая сохраняется она начала формироваться 14 сентября на прошлой неделе и данный сценарий будет актуален до тех пор пока золото торгуется ниже уровня 1208 долларов за трость кунцу цели по снижению это отметка 11000 1178 уход выше максимальный значение 14 сентября откроет при посылке на возобновление роста с целями до 1227 и 1230 соответственно а по нефтемарке бренд сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальной значений понедельника что подтверждает сохранить нисходящие тенденции цели снижения то оба 75 11 возврат к покупкам а будем отслеживать после обновления максимальной значений которые были зафиксированы в пятницу и понедельник по индексу dax сегодня с утра идет торговля ниже минимальной значений понедельника что в рамках часового таймфрейма нас приводит фазу нисходящего движения и данные нисходящая формация будет актуальна до тех пор пока по индексу dax мы не увидим обновление о максимальной значении пятницы который был зафиксирован по цене 12138 а ну и биткоин вчера концу торговой сессии смог обновить минимальные значения воскресенье что а также в рамках часового таймфрейма нас приводит фазу нисходящего движения но больше здесь на ситуации напоминает боковик диапазон движения 6559 верхняя граница и нижняя находится в области 6132 а уход ниже области данных минимальной значений ниже области поддержки даст подтверждение более затяжного снижения уже с целями до 5736 обновление локальных максимум вернет нас к покупкам с целями роста до 7478 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда всем желаю хорошего торгового дня увидимся с вами завтра всем спасибо и до до свидания